МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, информационная программа Республика. С главными темами вторника вас познакомлю я, Ольга Панова. На торжественный прием в канун Нового года в Дом правительства приглашены 27 жителей Чувашии, чей труд и достижения отмечены на высоком правительственном уровне. Государственные награды вручал глава Чувашия Михаил Игнатьев. Среди приглашенных представители самых разных сфер деятельности. Это педагоги и работники культуры, медики, госслужащие. Орденом дружбы наградили художника Виталия Петрова. Он один из немногих в республике, кто удостоен такой высокой награды. Виталия Петрова больше знают, как проски витти. Кстати, он входит в топ-100 лучших мастеров эмали мира. Работы художника хорошо известны не только в родной Чувашии, но и далеко за ее пределами. Более 20 лет творческой деятельности Виталий Петров посвятил созданию живописных и графических композиций по мотивам поэмы Нарспи. За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях медалью за спасение погибавших отметили капитана спасательного катера Александра Степанова. Рискуя собственной жизнью, он не раз спасал чужую. Почетного звания заслуженный деятель науки Чувашской республики удостоен декан Чиглу имени Ульянова Евгений Кадышев. В правительстве Чувашии очередные кадровые перестановки. Стало известно, что министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашии Владимир Громов ушел в отставку. Напомним, что он стал министром только в мае 2012 года. Временно исполнять обязанности министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской республики будет Марков Олег Иванович, заместитель министра. Госсовет Чувашии собрался на последнюю в этом году сессию завершить некоторые дела, чтобы не оставлять их на следующий год. В основном это касалось приведения республиканских законодательных актов в соответствие с федеральными. Изменения в основном коснулись выборного законодательства, о референдумах, о выборах депутатов и главы региона, о наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями. Напомним, речь идет о введении единого дня голосования и о продлении срока полномочий членов избирательных комиссий до пяти лет. Все поправки прописаны в федеральном законодательстве, с которым наши парламентарии спорить не стали. Больше того, депутаты Госсовета решили поддержать коллег из Госдумы и Совета Федерации, голосующих за закон Димы Якова, то есть за меры воздействия на лиц, причастных к нарушениям прав и свобод человека, граждан России. И хотя законопроект подразумевает защиту всех граждан, вспоминают в первую очередь о детях, пострадавших от иностранных усыновителей. Обсуждая законопроект, парламентарии вооружили статистикой усыновления ребятишек из Чуваши. Допустим, в 2009 году это было 90 случаев усыновления, в 2010 году 80 в целом по республике, коллеги, в 2011 году 63, ну год пока не закончился, на сегодняшнюю дату немного меньше. В том числе из них российская, российская, это чуть более половины, чуть более половины. Остальная, меньше половины, это иностранные. Из них это Соединенные Штаты Америки, Италия, Испания, Франция, Швеция и Германия. Это единичные случаи. К счастью, оговорился Петр Краснов, с детьми из Чуваши никаких неприятностей не было. Многие до сих пор поддерживают связь с республикой и рассказывают о том, что им живется неплохо. Но, по сути, и одного бесчеловечного случая достаточно для принятия мер. А в Соединенных Штатах пострадали уже несколько детей из России. В этом вопросе даже завзятые спорщики госсовета проявили солидарность с коллегами. Также большинством голосов было принято обращение госсовета Чуваши к премьер-министру России Дмитрию Медведеву, в котором депутаты просят дать оценку действиям руководства Минсельхоза России. Напомним, речь идет о смене руководства Сельскохозяйственной академии в республике. Парламентарии сочли необходимым вступиться за Николая Васильева, как за грамотного управленца со стажем работы в сельском хозяйстве, отметив, что результаты мониторинга эффективности ВУЗа никоим образом не характеризуют ректора, проработавшего в этой должности всего полгода. Кроме того, парламентарии приняли программу законопроектной работы на 2013 год. О том, что было сделано в 2012, отчитался спикер госсовета Юрий Попов. В течение года проведено 8 сессий Государственного Совета. На них принято, а затем подписано главой, 91 закон. 27 из них базовые, то есть новые законы. Остальные – это внесение изменений, уже действующие нормативные акты. Перечисляю некоторые ключевые законы 2012 года. О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей. О бесплатной юридической помощи Чувашской Республики. О выборах главы Чувашской Республики. Об охране здоровья граждан Чувашской Республики. О единовременном денежном пособии гражданам, установившим, удочерившим ребенка, детей на территории Чувашской Республики. Оба полномочия по правам человека, оба полномочия по правам ребенка и многие другие. После рождественских каникул Госсовет вернется к работе, но уже не в прежнем составе. Сложил с себя полномочия депутат от Козловского района Александр Разумов, перешедший на работу в Россотрудничество. Елена Гальперина, Евгений Анисимов, Республика. На имя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева ушло еще одно письмо с просьбой разобраться в ситуации, сложившейся в связи со сменой ректора Чувашской сельхозакадемии. Документ подписали члены Совета ректоров вузов Чувашской Республики. Среди подписавшихся Всеволод Агаков, ректор Чувашского Госуниверситета. Алексей Судлинков, председатель Совета директоров учреждений начального и среднего профессионального образования Чувашской Республики. Валерий Алексеев, проректор Чувашского Госпедуниверситета. Андрей Богомолов, проректор Чувашского Республиканского Института Образования. Александр Акимов, директор Чебоксарского Политехнического Института. И Юрий Исаев, директор Чувашского Государственного Института гуманитарных наук. По их мнению, замена не должна быть связана с нашумевшим рейтингом неэффективных вузов. На конференции научно-педагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся за Николая Ивановича проголосовали 90% коллектива Академии. О коррупции сейчас говорят все. Подавляющее большинство граждан считают, что это плохо. О коррупции и борьбе с ней написаны сотни статей, книг, учебников. Разработаны и используются на практике. Антикоррупционные программы, планы, десятки мероприятий, системы мер, приняты законы на общегосударственном и местных уровнях. Созданы различные антикоррупционные комитеты и комиссии. В Чувашии действует Координационный совет по противодействию коррупции при главе республики. В конце года самое время, чтобы подвести итоги и обсудить эффективность деятельности совета. В республике в этом году действовало 17 федеральных и 70 республиканских целевых программ. На их реализацию было выделено более 22 миллиардов рублей. Расходование средств стало предметом проверок Министерства внутренних дел по Чувашии. Особое внимание МВД уделяло контролю за реализацию указанных программ в сферах здравоохранения, образования, строительства, жилищно-коммунального и сельского хозяйства. Так, в сфере жилищно-коммунального хозяйства и строительства выявлено 24 преступления с ущербом более 39 миллионов рублей, 5 из которых совершены должностными лицами органов власти и управления. При расходовании денежных средств, выделенных на реализацию данных программ, за 11 месяцев 2012 года на учете 75 преступлений в отношении 24 лиц. Из них 35 в отношении 8 должностных лиц. Прокурор Чувашии Владимир Метелин отметил, что криминальная активность в правонарушении данной сферы связана с тем, что должностным лицам предоставляют слишком широкие полномочия по распределению и расходованию денег. Прокуратурой республики и прокурорами местах проводится и общая надзорная работа в сфере реализации вот этих программ. И здесь в текущем году нами было внесено 32 представления, возбуждено 20 административных дел, в суд направлено 7 исковых заявлений, а в органы предварительного расследования 3 материала с постановкой опроса о возбуждении уголовных дел. Также свои проверки проводило и Министерство финансов Чувашии. По состоянию на 18 декабря сумма возмещенных финансовых нарушений и предотвращенных потерь составила почти 150 миллионов рублей или 59 процентов от общей суммы выявленных нарушений. Еще одна проблема – проведение конкурсов на выполнение государственных и муниципальных заказов. К сожалению, бывают случаи, когда победители этих конкурсов впоследствии не выполняют взятых обязательств. В ряде случаев заказчик – органы власти. Вынуждены были обратиться в суд. Необходимо жестко и принципиально подходить к выполнению договорных отношений, заключенных между органами власти и хозяйственными субъектами на основании проведенных конкурсов и акционов, включая электронные торги. Тщательно проверять конкурсную документацию, работы и услуги. Мы говорили не первый год и говорим, когда я просмотрел и проанализировал по тем официальным данным, сколько санкций по нарушенным договорным отношениям предъявлено с одной из сторон к хозяйственным субъектам, в данном случае должностных лиц и министерств, то практически факты – единичные случаи. Глава Чувашии напомнил, борьба с коррупцией – одна из основных задач и власти, и всего общества. Чувашия на хорошем счету у федеральных властей по эффективности освоения бюджетных средств и годами заработанный авторитет надо поддерживать. Между тем, сегодня завершилось еще одно коррупционное дело в отношении бывшего сотрудника Минприроды Чувашии. Работая на госслужбе, он занимался подготовкой лицензий для организаций, а затем в одну из таких организаций устроился на работу. При трудоустройстве он нарушил закон о коррупции. После всех разбирательств его уволили. Он принимал необходимые решения, в том числе готовил необходимые документы и имел влияние на данную организацию. И с этим требуется обязательное получение согласия комиссии по конфликтам интересов Министерства природных ресурсов, где он работал. На судью Верховного Суда Чувашии заведено уголовное дело. Напомним, что в декабре прошлого года Андрей Емельянов, управляя личным автомобилем, совершил наезд на пешехода. Произошло это вечером на 30-й автомагистрали. На скользкой дороге судья сбил 34-летнюю женщину, которая переходила по зебре. От полученных травм она скончалась на месте. Следователи считают, что водитель не учел метеорологических условий. Возможно, что передвигался он с большой скоростью и попросту не заметил человека на дороге. На следующий после ДТП день ради следственного эксперимента пришлось перекрывать часть трассы. После было проведено множество экспертиз. По результатам данных, полученных в ходе следственного эксперимента, а также по результатам проведенных автотехнических исследований, у следствия появились достаточные данные полагать о том, что Емельянов нарушил правила дорожного движения, которые в результате повлекли смерть потерпевшей. Чтобы возбудить уголовное дело на судью Верховного суда, следователям пришлось обращаться в высшую квалификационную коллегию. По правилам, только ее члены могут дать согласие на возбуждение столь резонансного уголовного дела. Сейчас его расследование взяли на контроль представители Центрального аппарата Следственного комитета России. Продолжается расследование этого уголовного дела. Принимаются все необходимые меры к закреплению доказательной базы. Мы будем держать население, общественность в курсе дальнейшего хода расследования этого дела. Вся история со времен Волжской Болгарии и Татар-Монгольского Игода, Октябрьской революции и Гражданской войны на одной сценической площадке. Пять театров республики объединились и приглашают зрителей в закулисье. Такую возможность им предоставил Национальный музей Чувашии. В самом большом зале открылась выставка истории России на сценах театров. Экспозиция не случайна. 2012 год объявлен президентом Российской Федерации годом российской истории. В нашей республике он святан к тому же с театральными юбилеями. 90-летием со дня основания Государственного русского драматического театра и открытием 95-го юбилейного сезона в Чувашском драматическом театре. Каждому театру определено место, и все работы должны быть исторические. То есть, что какой театр по истории России мог поставить на своей сцене. Это немножко, конечно, ограничивало экспозицию, какую краску экспозицию. Тем не менее, они очень интересны. Театр всегда откликался на переживания народа. Поэтому в репертуарах в разное время появились такие постановки, как «Айдар», «Плач девушки на заре», «Нарспи», «Шевармань», «Аида». Многие постановки шли годами. Менялся строй, жизнь, мировоззрение зрителя. И, как следствие, менялось отношение к спектаклям. Яркий пример. В Чувашском драмтеатре на протяжении 24 лет с успехом шла пьеса «Кайка Ивана». Разные поколения воспринимали ее героев по-разному. Подкулачник был Игнат. Я все к тому же говорю, история. Подкулачник Игнат, а положительный герой Хведер Комсомолец. Перестройка, и вдруг, значит, плохиш этот Хведер Комсомолец, Игнат хороший, он работяга и так далее, и так далее. А спектакль все идет, все идет. На выставке можно не только познакомиться с творческой биографией театров, но и увидеть афиши и программы разных лет, редкие документы и фотографии, личные вещи известных театральных деятелей. Здесь даже можно увидеть знаменитые балетные пуанты Надежды Павловой, на которых красуется ее автограф. Кстати, после проведения выставки в фондах Национального музея появится много новых экспонатов. Нет, пока мы еще не решили, что мы оставим в фондах музея, потому что в самом начале надо было выбрать реквизит, костюмы. И вообще то, что интересно зрителям будет в музее смотреть, наблюдать. То, что касается истории России и то, что отражается в театрах, в национальных театрах. И, конечно же, мы выбрали наших классиков, чувашских и русских классиков. Это Петр Осипов, Айдар и русскую классику Николай Лесков, как Иван за море ходил, левша. Отдельное место на выставке занимает работа бутафора Бориса Чачева. За свою долгую карьеру Борис Федорович успел поработать практически во всех театрах республики. Уже в четвертом театре работаю, поэтому, конечно, у меня много вещей. Всех их сюда не притащишь и незачем, по-моему. В экспозицию попали только те элементы интерьера и реквизит, которые не занят в спектаклях. Борис Чачев давно потерял счет своим работам. Вспоминает только, что порой приходилось ночами сидеть, лишь бы успеть к сроку. К примеру, кресло с Якубовичем было сделано за трое суток. А вот над императорской короной пришлось потрудиться подольше. Зато теперь она снимается в известном историческом фильме Светланы Дружининой. О каждом экспонате можно рассказывать часами. И экскурсоводы Национального музея делают это с удовольствием. Всех, кому интересно заглянуть за кулисье и изучить историю России Чуваши в театральной интерпретации, ждут в музее вплоть до мая следующего года. Галина Титарчук, Николай Яковлев, Республика. Большим концертом в стиле фолк завершился масштабный проект Национального радио Чуваши. Конкурс самодеятельных фольклорных коллективов проходил в течение года в прямом эфире. Проект «Радио Кеви» стал возможен благодаря грантовой поддержке Министерства культуры Чуваши. Вода, в мире, в отелье, в отелье, в отелье, в отелье, в отелье, в отелье, в отелье. Сопролимые традиции, самообытности, аутентичные на роде культуры об этом в последнее время не рассказаны. Впрочем, и сделаны тоже на него. Своеобразная фольклорная экспедиция Национального радио Чуваши продолжалась целый год. Автор проекта Владимир Егоров признается, идею вынашивал давно, но получилось лишь в прошлом году. Очень помогла в этом руководитель фольклорного отдела народного творчества Министерства культуры Светлана Лаврентьева. Вот мы с ней были ведущими и в то же время организовали это мероприятие. «Несекаемые родники» – это как бы радиоконкурс в прямом эфире. Вначале мы выезжали, записывали, отмечали по графику, какой район, какая фольклорная группа будет выступать у нас в радиоконкурсе. В одной передаче выступали два фольклорных ансамбля. В конкурсе приняли участие 23 фольклорных коллектива из 19 районов Чуваши. Практически все их участники – не профессиональные артисты, а просто преданные искусству люди. Надо заметить, это отличительная черта всех, кто имел отношение к проекту. Первое место среди народных фольклорных коллективов занял фольклорный коллектив Ебресинского района и Реветь. Первое место среди фольклорных коллективов беснародного звания – это Муршинский район фольклорной группы АХАЯС. У нас были номинации. Номинации по самому лучшему костюму чувашскому. Номинации получили это место первое. Комсомольский район, Кожал, народный фольклорный коллектив. Также семейный фольклорный коллектив Салатовского района, Ново-Айбеси. Семейный фольклорный ансамбль Маруськиных, там очень хороший коллектив. Также в Чапоксарском районе семейный ансамбль Кудряшовых. По сохранению традиций, песен народных. Это у нас Козловский район номинации получил первое место. Народный фольклорный коллектив уже 45 лет им исполнилось в этом году. Успех, которым родники неиссякаемые пользовались у слушателей, вдохновил организаторов проекта не просто продолжить его в следующем году, но и расширить границы. Сделать конкурс межрегиональным. Елена Гальпельна, Николай Яковлев, Республика. Чапоксары оккупировали змеи. Бумажные, ледяные, пластмассовые. В городе установлены десятки фигур в виде символов будущего года. На этой неделе в их компании появится новая рептилия. Из поролона, ткани и металлической проволоки. Большую куклу на радость горожан изготавливает мастер Александр Жигарев. Именно благодаря его стараниям в городе каждый год оживают персонажи животных из восточного календаря. Сегодня в гостях у художника побывали мои коллеги. Змея, уже нарядная, пока обитает в квартире мастера и дожидается своего звездного часа. Символ будущего года получился необычайно красивым. Дает оценку своей работе Александр. Почти три метра высотой обхватить его под силу только двум взрослым людям. Но главное в этой поролоновой рептилии все-таки голова, говорит художник. Своему существу он постарался придать добродушное выражение. Надеется, что и у горожан при виде такой змее настроение поднимется. Это интересно, когда радуют другие, потому что особенно когда фотографируются люди, семьи, уходы, дети. Вообще это очень прикольно смотреть, интересно смотреть, потому что радуешься. Все-таки праздник, Новый год. Чтобы изготовить большого змея понадобилось несколько метров поролона, ткани и дерева. На работу ушло две недели. Фигуру можно было сделать и побольше, говорит мастер. Проблема в том, как потом вынести ее из квартиры. Александр живет на девятом этаже. Чтобы увезти новогодних персонажей, ему приходится снимать с петель входные двери. Из тяжелого сделаешь, из тяжелого металла трубы там поставишь, да, учитывая этот момент тоже. Потому что, да, учитывая мелочи, и начинаешь продумывать где-то прощенный вариант. Вот, да, дерево пускаешь туда. Изготавливать символы к Новому году Александр начал несколько лет назад. Когда других мастеров подводила теплая погода, таял снег и лед, меховые персонажи пришлись кстати. Мышь, бык, дракон – все это тоже было сделано его руками. Правда, к этим символам особую страсть питают вандалы. В прошлом году новогодний персонаж даже украли с постамента. Бывает, единицы попадаются такие, это же ерунда. Но сломали, так ладно уж, главное, чтобы не подожгли опять. Вот это меня беспокоит. Обидно будет, если подожгут. В этот раз новогодний символ мастер сшил по заказу эскизам Калининской администрации. Змея будет установлена возле этой елки. Охранять талисман 2013 года будут сотрудники полиции. Если с символом змеи ничего не случится, то он будет радовать детей на представлениях. В этот раз мастер решил изготовить универсальную игрушку. Сразу после новогодних праздников она превратится в ростовую куклу. Дмитрий Ковалев, Николай Яковлев, Республика. Таким был этот вторник глазами корреспондентов программы Республика. Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь. До завтра. Сотворить чудо для всех участников акции «Волшебная елка» нашему телеканалу помогли самые настоящие волшебники. Генеральный спонсор проекта компания «Ядерное молоко» учредила свои призы в разных номинациях. 12 ребят решили поощрить приятными и вкусными призами. Среди победителей было много детсадовцев. Именно они изготовили самые необычные подделки. Самое главное, вот наша классная руководительница, вот ребенка Елена Вадимовна Добрынина, она такая очень активная, у нее жизненная позиция, организовала всех детей, объявила их об этом конкурсе. И она вот отправила, как бы, к вам, к нашей подделке, весь класс участвовал. Мы оказались вот в числе призеров. В компании «Ядерное молоко» отмечают, что такие акции необходимо проводить чаще. Дети «Наше будущее» говорят здесь, и в это будущее необходимо вкладывать как можно больше. Только тогда оно начнет приносить свои плоды. Часто подобные социальные проекты устраивают и в самой молочной компании. Компания «Ядерное молоко» не может не пропустить такой праздник. Компания «Ядерное молоко» ежегодно проводит различные мероприятия. Одним из главных мероприятий ежегодно у нас является май месяц «Милосердие», где мы детям из детских домов делаем праздник, в котором участвуют более тысячи человек, тысячи детей. А сегодня, в этот новогодний вечер, мы тоже не смогли пропустить и вручили детям новогодний, так сказать, праздник, свои новогодние подарки.